Карты помогут построить даже самые смелые планы. Ммм, после работы в бассейн. Ну, или завтра. Маникюр. В девять утра. Точно. О, можно прогуляться. Или на автобусе. Карты подскажут места и построят маршруты, что бы вы ни решили. Яндекс.Карты. Приложение к городу. Всем привет! Чего мы только уже не слушали. Мы слушали самые старые записи голоса. Мы слушали самые необычные голоса. Но сегодня мы с вами послушаем самые низкие голоса в мире. Я люблю басы. Погнали. Вы знаете, что такое басы? Чего греха таит? Самый низкий голос в мире. Задокументированный книгой рекордов Гиннесса и все такое. Это американский певец Тим Стормс. Давайте сразу послушаем, как же он звучит. Амейзинг грейм. Не обманул. Действительно, человеческий слух не может слышать. Знаете, какую самую низкую ноту может издать вот этот вот лысенький мужчина? Соль. Внимание. Минус седьмой октавы. Я не нашел ни одного видео, где он это делает. Самое низкое, что я смог найти на ютубе, это Си бемоль минус первой октавы. Чтобы вы понимали, насколько это низко, большинство певцов, ну там, теноров, баритонов, кого мы слышим каждый день на эстраде, поют в первой октаве и в малой октаве. Ну, иногда поднимаясь до второй. Так вот, малая октава имеет в американской нумерации цифру 3. Соответственно, ниже нее есть логично. Большая октава, которая имеет нумерацию 2. Ниже контр-октава 1. Суб-контр-октава 0. А дальше, дальше просто нет названий. Как этот дядя из себя извлек минус седьмую, я представить не могу. Я не понимаю, как это меряется. Я не понимаю, как Гиннесы фиксировали этот рекорд. Однако, мы сегодня не будем весь день слушать вот этих вот чуваков, которые делают... Нас интересуют именно певучие ноты, то есть ноты, которые как-то звучат. И их не просто найти, потому что большинство чуваков, басов, которые берут низкие ноты, звучат именно как... Я провел целый вечер, гуглил разных всяких басов, слушал, как они звучат. И вы знаете, больше всех меня поразил наш русский бас, который жил в 20 веке и звали его Михаил Златопольский. И я не знаю, какое у вас ложится мнение, но у меня ощущение, что этого мужчины голос просто, ну, с другой планеты. Это, итак, Михаил Михалыч Златопольский. Жесть. Я боюсь представить, какой у него голос по утрам. Мне стало интересно посмотреть, какую самую низкую ноту может издать он. Самое низкое, что я нашел, это отрывок вот из этой песни. Мы здесь слышим ми-бемоль контр-октавы. Вот, слышали на фоне. Вот это оно и было. Думаю, вы могли заметить на видео, что Михаил Златопольский подписан как октавист, а не бас. Знаете, что это такое? Сейчас объясню. Голоса, в общем-то, популярной музыки особо на типы и не делят. Потому что зачем это надо, если каждый артист уникален, материал пишется под него. Но в классической музыке дело обстоит иначе. И партии написаны под конкретные типы голоса, так, чтобы они хорошо для них звучали. Поэтому голоса максимально стараются сгруппировать. В кровом пении, думаю, сами понимаете, когда там 40 человек, проще разделить их на группы тоже. По классификации бывают. Тенора, это высокий тип мужского голоса. Баритоны, это самый популярный у подавляющего большинства мужчин на земле. Именно баритон, это средний тип голоса. Ну и, конечно, бас. Это, пожалуй, самый редкий вид голоса. И зависит этот голос. В первую очередь, от размера и толщины связок. Логично, что если связки большие и толстые, то они могут медленно и мясисто колебаться. И давать вот этот... Такой вот тембр. Ну, я, конечно, повторить его не могу. А если связки небольшие и тонкие, то наоборот. Большинство людей считают, что если человек тенор, значит, у него высокий голос. Если человек бас, то у него низкий голос. И так-то оно так, но оно скорее так воспринимается, чем на самом деле. На практике известны басы, которые имеют невероятно гибкий голос. И человек сам разговаривает. Удар вот супер низко в реальной жизни. А потом как начнет петь, и как поднимется куда-нибудь туда, куда баритоны залезть не могут. И обалдеть. Эрик Холловой. Послушайте, какой у него голос разговорный. I get asked all the time. What's your range? И в этом ролике он меряет свой диапазон. С нижней нотой, внимание, фа контр-октавы. То есть всего лишь на полтона выше, чем у златопольского. Обалдеть. Самое шокирующее происходит, когда он поднимается наверх. Вот, пожалуйста. Верхнее до. Та самая знаменитая теноровая верхнее до в исполнении, очевидно, баса. Так кто же тогда такой эти типы голоса? Это скорее окраска. То есть условно я, как, ну, очевидно, тенор, могу тоже взять очень низкую ноту и прохрипеть там что-нибудь типа. А если бы я был басом, я бы сейчас взял и как зафигачил вам вот эту ноту. Было бы прям красиво, вы бы тут все лежали. А у меня это так, тихо и непонятно, кряхтящим звуком. Я это все к чему? К тому, что невозможно понять, у кого самый низкий в мире голос. Именно поэтому сейчас посмотрим еще других певцов и сделаем свой вывод, у кого максимально, на наш взгляд, низкий голос. А чтобы было веселее, давайте оценивать это все в геравер небосухах. По семибальной шкале, где семь это самый низкий, мясистый голос, а ноль это... Златопольскому я бы лично поставил шестерку. Мне кажется, он очень низкий, очень мощный и круто звучит. Они все круто звучат. На ютубе вообще много басов, которые делают каверы. Мне лично больше всего запоминается вот этот итальянский или американский парень, непонятно, Джефф Костылуччи. Блин, представьте, что у вас настолько низкий голос, что для того, чтобы ваша внешность доросла визуально до вашего голоса, вам надо, типа, лет пятьдесят. Мне кажется, это на пятерку, на пять геравер небосух из семи, потому что звучит очень низко, очень красиво, очень круто, но нет вот этого эффекта монстра, как у Златопольского, когда просто... Следующим, когда слышишь слово бас, конечно, вспоминается чувак с American Idol, который в 22-м году пришел туда и выглядел как, ну, такой веселый, обычный, щекастый паренек, но вдруг оказалось, что голос у него абсолютно не соответствует внешности. Блин, не знаю, мне так нравится смотреть эти ролики, я не понимаю, почему. У меня искренняя просто радость, когда я слышу такие классные тембры. И, кстати, вы замечали, что у басов обычно тембры очень похожи? Ну, мне кажется, этому чуваку точно можно ставить шесть геравер басух из семи. И едем дальше. А дальше, мне кажется, интересно было бы послушать самый низкий женский голос. И вот здесь вот непонятно, потому что есть две женщины, обе из них держательницы рекорда Гиннесса. Одна из них это Келлен Лихи, которая в разговорной речи звучит вот так. Hello, my name is Helen Лихи. I'm a musician. I'm 31 years old. And today I'm going to attempt to break a world record. А во время пения звучит вот так. Думаю, нетрудно догадаться, что у женщин в целом вокальные связки значительно меньше, тоньше, поэтому у женщин голос обычно выше. Ну, и вот такие примеры, это крайне редко бывает. Ощущение, будто она могла еще ниже спеть. Вторая женщина, которая тоже рекордсменка Гиннесса, поставила рекорд примерно вот так. Да, до контр-октавы. Это поражающий результат, конечно. Это почти субконтр-октава уже. На одну ноту не хватило, на полтончика. Но это же не звук, это же просто... Вот и считайте, правильно ли это называть рекордами или нет. Обоим по пятерке. Едем дальше. Как я уже сказал, высота голоса зависит от размера связок. Поэтому логично, что бывают люди с некими отклонениями от нормы, в общем, инвалиды, у которых неестественно развился голосовой аппарат. И таким образом связки у них неестественно большие. Это, как правило, люди с очень серьезными заболеваниями, и они, как правило, не поют. Поэтому мы их не слышим. Я наткнулся на ролик на ютубе, который называется «Хавьер Костеланос Контрерос. Человек с невероятной глубоким голосом». В котором нам показывают мальчика, который, в общем, вырос вот таким вот гигантом. Из интересного. Если попытаться понять, на каких нотах он разговаривает, это вот начало, середина большой октавы. Примерно те же ноты, на которых разговаривает Тим Стормс, с которым мы начинали ролик. Признанный, значит, чемпион. Но при этом сравните, насколько более насыщенно звучит голос от Хавьера. Ну, можно предположить, что если бы он пел, то, возможно, был бы одним из самых низкоголосых певцов в истории музыки. Вообще, надеюсь, вам было сегодня интересно. Поговорили про разные голоса, послушали и очень низких певцов. Низких певцов. Да, очень низких певцов. Увидимся скоро. Всем пока.